Этот сельскохозяйственный год явно не был простым. В результате непогоды погибло 4,5% пассивов. Десятая часть повреждена, однако с поставленными задачами все равно справились. Собрано 692 тысячи тонн зерновых и зернобобовых. Это 111% к уровню прошлого года. Больше, чем в минувшем сезоне, собрали в 15 из 21 районов области. Вместе с кукурузой урожай этого года приблизился к миллиону тонн. Хотя и выводы тоже сделали. Теперь в структуре кормовых культур будут расширяться посевы засхоустойчивого сорго-суданкового гибрида. Погодные условия не позволяли. Мы 1 июля получили такой большой штормовый удар по нашим зерновым культурам. Но мы выстояли наши механизаторы, растеневоды, животноводы достойно справились с теми трудностями, которые были. Ну и будем продолжать нацелены на то, чтобы увеличить производство в следующем году. Главный герой дожинок – труженики села. 210 водителей отвезли от комбайнов более тысячи тонн зерна. Рекорд у Павла Гречишкина из агрокомбината «Южный» – 7,5 тысяч. Всего же тысячу тонн зерна и больше намолосили 188 экипажей. Два из них – более 6 тысяч. Среди лидеров и 23 молодежных экипажа. Сегодня они говорят – было трудно, зато есть гордость за достигнутый результат. Приходим к 7 утра, обслуживаем комбайны, продуваем, заправляемся, чистим. Ну и обычно как погода позволяет, пока роса не ляжет. Может быть и до 12 иногда получалось. Награждали на дожинках не только лучших специалистов. Районы Гомельской области получают тракторы «Беларусь». Три из них – Мозырьский, Рогачевский и Гомельский, еще и автомобили «Нива», «Шевроле». Их начнут использовать сразу же после регистрации. И обязательно в сельском хозяйстве. Машина будет использоваться именно в производстве сельскохозяйственной продукции через мониторинг, контроль, организацию работ на наших полях и фермах. А дают за определенный результат. Поэтому за этот результат я искренне благодарю тружеников Гомельского района, которые своим ответственным трудом позволяют звучать Гомельскому району и получать такие награды. К участникам и гостям областных дожинок обратился президент Беларуси Александр Лукашенко. В приветственном адресе слова благодарности за достигнутые успехи. Вы немало потрудились и собрали достойный урожай. Гомельщина занимает одно из ведущих мест по выращиванию кукурузы. Молочная продукция местных заводов является белорусским брендом, который известен далеко за пределами страны. Конец цитаты. Экспорт сельскохозяйственной продукции – вообще предмет особой гордости Гомельской области. 234 миллиона долларов или 103% к уровню прошлого года. Кроме молочной, значительная доля экспортной составляющей – мясная продукция. В этом году победитель областных дожинок по ее производству – Мозырьский район. Особых секретов успеха нет. Соблюдение технологий, эффективные меры стимулирования для работников, хороший уход за животными. Помимо заработной платы, которую получают в денежном варианте, есть еще продуктовые наборы в виде и молочной, и мясной продукции, которые у нас предоставляют перерабатывающие предприятия, или же само предприятие совхозкомбинат «Заря», для того, чтобы поощрить дополнительно и за выполнение заданий, за ту качественную работу и, конечно, за наставничество. Потому что сегодня уже нашему старшему поколению надо думать о своей смене. И готовить смену надо не за один день, а поэтапно. Областные дожинки – это не только чествование победителей, но еще и праздник тружеников села. Хорошее настроение стремились создать на каждом подворье. Демонстрации собранного урожая, самобытными местными обрядами и народными песнями. А еще это был день встреч и воспоминаний. Анатолий Козел, совхоз Василевичи Реческого района, возглавлял с 1969 по 1973. На Дожинках он подходит к художественному коллективу, который приехал из этого хозяйства. Самое прекрасное время, которое у меня было, это конкретная хозяйственная работа. Совхоз Василевичи – замечательные люди, прекрасные. У нас показатели росли, потому что благодаря только этим труженикам. Они не только поют, танцуют, но они прекрасно работали. Здесь и поливоды, здесь и доярки. Значит, лучшие люди. Среди результатов работы агропромышленного комплекса Гомельской области – рост выручки на 2,5%. При том, что сегодня в сельском хозяйстве области занято 7% трудоспособного населения, они приносят почти 11% воловой добавленной стоимости. Другими словами, один труженик села в прямом смысле кормит 34 жителя региона. Специфика территории – это очень важная составляющая. И погодно-климатические условия, и бальной земли, конечно, накладывают определенный отпечаток. Поэтому Гомельщин – это трудолюбивые люди, очень ответственно относящиеся к делу. И для того, чтобы получить тот результат, который сопоставим с другими областями, еще раз повторюсь, надо работать в два раза больше. Поэтому у меня очень уважительное отношение к жителям, труженикам села, потому что это очень работящие люди, очень ответственны за свой порученный участок. И Гомельщина достаточно достойно держит свою марку. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели.